Этот глубоководный головоногий моллюск имеет зловещее название Vampiratutis infernalis, которое можно перевести с латыни как адский вампирокальмар, но чаще его называют просто адским вампиром. Это один из самых необычных головоногих моллюсков, обитающих в современных океанах. У него, как и у осьминога, восемь щупалец, специалисты называют их руками, соединенных тонкой растяжимой мембраной. Каждая щупальца, кроме небольших присосок, несет ряды парных тонких выростов, сейрры, лат, пен, квайрис матрисирос. Это сближает вампиратеутисов с плавниковыми осьминогами, у которых тоже есть сейры. Как и у этих осьминогов, тело адского вампира несет пару больших плавников, у молодых особей плавников четыре, но одна пара с возрастом исчезает. Но в отличие от осьминогов, у вампиратеутиса кроме рук есть еще два тонких бичевидных филамента. На фотографиях ниже они выглядят как белые нити, длина которых в несколько раз превышает длину тела. Судя по всему, эти филаменты – видоизмененные хватательные щупальца, имеющиеся у многих кальмаров и каракатец. Но в отличие от щупалец, тонкие филаменты не способны удерживать добычу. Долгое время их роль оставалась неясной, пока наконец, несколько лет назад биологам не удалось пролить свет на механизм питания адских вампиров. Оказалось, что моллюск, которому из-за его необычной внешности дали столь зловещее название, питается вовсе не кровью или мясом жертв, а взвешенными в воде частицами детрита. Эти частицы – остатки погибших планктонных животных, фекальные пилеты ракообразных и другие миниатюрные органические остатки. Адские вампиры собирают при помощи тонких филаментов, покрытых липкой слизью и растянутой между руками мембраны. Широко раскрывая мембрану и затем сводя концы рук вместе, моллюск охватывает большой объем воды с питательными частицами, после чего он выжимает воду через отверстие между кончиками рук, в то время как детрит удерживается внутри при помощи усиков ЦР. До этого открытия считалось, что абсолютно все головоногие моллюски – хищники, но вампиратютис оказался исключением из этого правила. Хотя недавно питание детритом обнаружили также у молодикальмаров семейства Амастрофидей. Причина перехода от хищничества к питанию детритом кроется в образе жизни и среде обитания вампиратютиса. Дело в том, что он живет на большой глубине – 1-3 километра – в условиях очень низкой концентрации кислорода. Мало кто может приспособиться к таким условиям. Поэтому там почти нет хищников, опасных для вампиратютиса, но мало и добычи, и очень трудно получить необходимую для жизни энергию. А сбор детрита практически не требует усилий. Можно не спеша дрейфовать в толще воды, время от времени счищая пищевые частицы, налипшие на покрытые слизью филаменты. А детрита на глубине много. Даже на фотографиях вампиратютисов видны многочисленные белые точки в воде – это и есть скопление частиц детрита, иногда их называют морским снегом. Впрочем, несмотря на такой стиль питания, адский вампир имеет хорошо развитые челюсти-клювы, очень похожие на челюсти хищных кальмаров и каракатиц. Животному, питающемуся исключительно детритом, такие мощные и острые челюсти не нужны, но никаких признаков редукции челюстей у вампиратютисов не обнаружено. Следовательно, либо эти моллюски используют свои клювы для защиты от хищников, но такое поведение пока никто не наблюдал, либо мы пока еще далеко не все знаем об их питании. В целом в строении адского вампира можно увидеть много адаптаций к жизни на глубине. У него очень большие глаза, позволяющие улавливать даже самый слабый свет, и отсутствует чернильный мешок, типичный для мелководных головоногих. Смотри картинку дня чернила юрского периода, ведь чернила в темноте бесполезны. Зато у него великолепно развиты органы свечения, биолюминисциэнция на теле и особенно на кончиках рук. Считается, что это свечение может отпугивать или дезориентировать хищников. Хотя современный род вампиротютис представлен одним единственным глубоководным видом, его предки были очень многочисленны и широко распространены в мелководных морях мезозойской эры. Палеонтологи объединяют их в группу вампироморфа. Древние вампироморфы были значительно более активными и подвижными животными, чем современные адские вампиры, ведь они были способны постоять за себя или спастись бегством в мелководных континентальных морях, полных опасных хищников. Правда, изучение древних предков вампиротеутиса осложняется тем, что хорошо сохранившиеся находки очень редки и их сложно интерпретировать. К примеру, если у ископаемого моллюска видно только восемь рук. Это вовсе не значит, что их на самом деле было именно столько, так как длинные ловчие щупальца у головоногих могут втягиваться в специальные карманы по бокам головы и в таком виде вообще будут не видны на ископаемом образце. Кроме того, число плавников может меняться в онтогенезе, а длина рук сильно зависит от того, в каком состоянии умерло животное и как быстро фасилизировались его ткани. Продолжение следует...